ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ ЗИМНИЙ ТВОРЕЦ, ЗДАНИЯ МАЛОГО, БОЛЬШОГО И НОВОГО ЭРМИТАЖЕЙ И ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР. Иорданская лестница открывает анфиладу парадных залов императорской резиденции. По ней направлялись торжественные процессии к Большому Тронному залу. Созданный в строгом классическом стиле, он поражает грандиозностью архитектурного замысла. В глубине зала, на возвышении, находится трон российских императоров. Малый тронный зал носит мемориальный характер, так как посвящен памяти Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга. Военная галерея 1812 года была задумана императором Александром I для прославления победы русского оружия над Наполеоном. На ее стенах размещены 332 портрета генералов-героев Отечественной войны. Один из самых впечатляющих интерьеров музея – павильонный зал, в архитектуре которого соединились мотивы зодчества эпохи Ренессанса и мавританского стиля. Значительную часть экспозиции Зимнего дворца занимают жилые покои императорской семьи – малахитовая и золотая гостиные, малиновый бодуар. Эти интерьеры сохранились до наших дней. Начало знаменитой художественной коллекции Эрмитажа было положено в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела 225 произведений западноевропейской живописи. Этот год стал датой основания музея. В числе крупнейших собраний Эрмитажа – произведения итальянского искусства. Музей по праву гордится шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других великих мастеров. Здесь хранится одна из лучших в мире коллекция полотен гениального голландского художника 17 века Рембрандта, которая включает самые значительные произведения мастера. Собрание великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса охватывает все периоды творчества мастера. Особую гордость музея составляют коллекция памятников римского искусства, охватывающая период с I века до н.э. по IV век н.э. И итальянская скульптура XVIII – начало XIX века. Галерею искусства нового времени открывает плеяда блистательных французских художников. Любители искусства всего мира приезжают в Эрмитаж, чтобы увидеть здесь шедевры импрессионистов Мане и Ренуара, постимпрессионистов Дега, Ван Гога и Гогена, ранние произведения Матисса и основателя кубизма Пабло Пикассо. Государственный Эрмитаж стал одним из символов Санкт-Петербурга. И сегодня без этого всемирно известного музея уже невозможно представить культурную жизнь России.